Друзья, всем большой привет! Сегодня будем говорить о том, как составить качественный грунт для рассады, универсальный грунт за недорого, неуниверсальный специфичный грунт для цветов с большим запасом питания за дорого, как можно сделать самостоятельно пролонгированное удобрение и все о компонентах грунтах, которые можно приобрести в магазине или найти самостоятельно в лесу, дома, на даче и в разных других местах. Все о составлении грунтов в этом ролике. Поехали! Поехали! Тема на самом деле мне очень близка и интересна, потому как по образованию я сама почвовед. Агрохимик почвовед, но я именно больше предпочитаю себя называть почвоведом, хотя людям обычно непонятно, что это такое. Я лично своими собственными ручками выкопала более 500 почвенных разрезов, это много. Чтобы вы понимали, один разрез копается в течение одного дня, и потом анализы из этого почвенного разреза еще осуществляются где-то в течение пары месяцев, как минимум. Сделал несколько десятков тысяч образцов почвенных анализов. Здесь есть мне что сказать, и плюс еще за много лет выращивания рассады в количестве многих тысяч штук ежегодно тоже накопился такой небольшой опыт. И тут на самом деле огромное количество всяких разных компонентов, но самый мой любимый грунт, который универсальный, подойдет и для цветов, и для овощей, и для вообще чего угодно, состоит всего из трех компонентов. Первый компонент – это база, которая имеет очень высокую рыхлость, достаточно высокую влагоемкость и является такой основой. Это может быть верховой раскисленный торф, это может быть низинный торф, переходный торф, это может быть какой-нибудь универсальный грунт, в составе которого большая часть – это торф, это может быть кокосовый субстрат или что-то подобное. Вторая часть, соответственно, пропорционально, одна треть – это будет какой-нибудь питательный компонент, например, черноземный грунт откуда-нибудь в заброшенных фермерских участках, которые удобрялись навозом много лет подряд. Это может быть перегной высокой степени разложения, навоз очень высокой степени разложения, это может быть листовая, лесная земля, верхний слой. Листовая земля – вообще не очень корректное понятие, но мы будем называть это так, чтобы было всем понятнее. Тот грунт, который имеет очень темную окраску, собирается с верхнего слоя почвы высотой где-то около 8 примерно сантиметров. Смешанный лес – это должен быть либо чисто лиственный лес, хороший компонент будет. И третий компонент, то есть еще одна треть – это рыхлящий компонент. Здесь можно использовать только песок, можно смесь песка и вермикулита, мне именно такая комбинация больше всего нравится. Можно вместо песка и вермикулита использовать перлит, можно использовать циолит, диатомит, кремневит и любые другие компоненты, которые у нас накапливают и отдают влагу в субстрат, когда это необходимо. И в принципе, на этом можно было бы ролик завершать, потому что основные грунты, которые мы используем, состоят именно из этих компонентов. Но тут начинается такая история, что на рынке в продаже имеется просто какое-то великое множество разных грунтов, разных компонентов, всего чего только угодно. Я всегда выступаю за то, что любой грунт можно улучшить. Если, например, вы купили вслепую какой-то пакет грунта в каком-нибудь недорогом магазине, в дискаунтере, в светофоре, например, в Маяке, либо там какой у вас по региону магазин называется, заочи недорого, привезли домой, открыли большой пакет, там 50-литровый или более, и увидели, что там один чисто торф. Понятно, что такой грунт лучше всего не использовать, его лучше доработать. Либо если у вас есть своя домашняя огородная земля, ее тоже можно улучшить и доработать, обезопасить. Любой грунт можно довести до практически идеала и совершенства, который вам подойдет для большинства растений. Начнем по порядку с самого первого этапа, это спасиво семян. Какие растения куда сеем, в какие грунты сеем. Здесь все очень банально и просто. Я, наверное, буду говорить за всех, но за себя лично и точно, и за большинство наших сотрудников, то, что все мелкосемянные культуры, особенно в дрожжированном формате, в дрожжированных семенах, это петунии, эустомы, это глоксинии, это мимулюсы, разные другие растения, все цветочные культуры в дрожжированных семенах, мы предпочитаем сеять в торфяные таблетки. И настолько это любим, что сейчас готовимся к посевному сезону, у нас, вот здесь коробка из тысячи, например, торфяных таблеток. Что могу сказать про торфяные таблетки? Мне с ними работать очень нравится, мне с ними работать очень удобно. Здесь все достаточно просто на самом деле. Выбираем торфяные таблетки максимально большого размера, 42-44 мм в диаметре. Более мелкие таблетки, наверное, нецелесообразны, их можно использовать только для культур с очень длительным периодом развития, например, для бегоний. Если это более быстро растущие культуры, такие как петунии или эустомы, здесь я собираюсь с ними брать таблетки покрупнее. Почему именно таблетки? Потому что маленькие всходы, первые этапы роста развиваются достаточно медленно, нам может это показаться. Они начинают раскрывать семидольные листья, и потом до развития первых настоящих листьев проходит обычно достаточно большой промежуток времени. И сократить этот промежуток времени мы можем уменьшением объема грунта, когда корневая система быстро развивается в маленьком объеме грунта, начинает быстрее развиваться надземная вегетативная масса. И вообще удобнее потом пересаживать маленькие молодые всходы именно из торфяных таблеток, чтобы не изымать ни с какой плошки, чтобы растения не переносили стрессовый период при пересадке. То есть если они у нас растут в одной общей плошке, одной общей емкости, нам однозначно придется подковыривать, их оттуда вытаскивать, сильно нарушать корневую систему. Поэтому периодами может быть даже и полностью нарушает само растение, то есть отламливает случайно макушку. Оно зачастую может отрасти, но это не всегда так происходит. И чтобы убрать вот этот стрессовый период от такой суровой пересадки, мы можем сразу растение пересаживать из торфяной таблетки, где оно будет расти по отдельности, просто разрезая вот этот вот сверху такой мешочек, можно сказать, и пересаживать растение в большую размеру емкость, где оно сразу начнет приживаться и дальше расти и развиваться. В среднем это где-то ускоряет развитие растений примерно на 7-10 дней. То есть вот этот стрессовый период мы полностью убираем, и растения быстрее растут. А торфяные таблетки лучше выбирать именно в носочки, если вы хотите их использовать как торфяные таблетки. Они бывают просто делятся на два типа. Те, у которых есть оболочка, это, например, вот такие таблетки у нас в Таджифе, есть таблетки без оболочки. Без оболочки торфяные таблетки – это, по сути, прессованные субстраты для кассет. Есть большие рассадные кассеты, в которых есть большие такие отверстия. Сейчас их в продаже огромное количество, особенно весной, в период, когда мы все сеем рассаду. И такие таблетки без оболочки предназначены для того, чтобы разложить их в этой кассете, залить их горячей водой, чтобы они набухли и сразу заполнили всю кассету. Предназначены они исключительно для этого. Это не торфяные таблетки, это прессованный грунт, как бывают прессованные почвобрикеты или кокосовые брикеты, как вот в данном случае. Именно таблетки – это то, что имеет оболочку. Они могут быть, опять же, разными от разных производителей. Их можно использовать без специальных тепличек. Например, если у вас есть очень большая масса посевов, вы можете взять какой-нибудь вот такой большой контейнер и разложить их здесь вот таким вот образом. Здесь их будет очень много. Главное, чтобы сверху можно было поставить какую-нибудь крышку. При использовании торфяных таблеток нужно помнить, что заливаем мы их всегда горячей водой. Температура должна быть около 80 градусов, прям кипятком. Они прессуются также под паром, под высокой температурой. Они уже протравлены. Протравливание здесь нам необходимо. Просто таким образом мы ускоряем набухание торфяных таблеток и доводим его до 100% результата. Заливать нужно много, пока не останется вода на дне емкости, в которую вы заливаете торфяные таблетки. Если внутри будет сухо, то всходы могут в таких таблетках не зайти. Подробное описание о том, как работать с торфяными таблетками у нас есть в ролике про посев комнатных культур. Сделаем ссылку в комментариях под этим роликом обязательно. И иллюстрации видео из этого ролика, как набухают торфяные таблетки, как много их нужно заливать, мы ставим сюда в этот ролик, чтобы было тоже понятнее. Так что можно будет посмотреть в отдельном ролике. Про торфяные таблетки на данный момент все. Уберу их, чтобы они под руками не мешали. Куда? Куда? Сюда! Вообще, нужно помнить, что растения на первых этапах роста до развития первых настоящих листьев вообще не требовательны. То есть они могут расти, в принципе, в любом грунте, в любом субстрате. Они до развития первых настоящих листьев будут нормально расти в чистом песке, в чистом перлите, в чистом меркулите, вообще где угодно. Главное, чтобы грунт не был слишком сильно питательным, чтобы из него не исторгалось огромное количество азота, не испарялось огромное количество аммиака, в виде, ну, такой запах нашатырного спирта может источать почва. Поэтому для посева начального, для всходов, то есть для маленьких емкостей можно использовать, в принципе, вообще все, что угодно. Главное, чтобы от грунта не было запаха аммиака, так как избыточное количество аммиака может вызвать просто физический ожог молодой корневой системы, молодых ростков, растения могут просто погибнуть в таком грунте. Был такой печальный опыт лет несколько назад, помнишь такое дело? Когда грунт прям вонял аммиаком очень сильно, и это очень-очень печально, такое быть не должно. Открываем пакет с грунтом, когда вы его приобретаете, нюхаете пакет, если пахнет аммиаком, лучше его оставить открытым, он очень быстро испарится, и можно будет его тогда использовать. Если ничем не пахнет, то можно сеять, в принципе, куда угодно. Что у нас идет дальше? Дальше идет все сложнее несколько. Как я уже говорила, любой хороший питательный грунт для любой рассады должен состоять из базы, компонента, который у нас будет рыхлить почву, который будет накапливать влагу. Второй компонент, который будет минеральным, органический компонент, который состоит из, например, торфа, из кокосового субстрата, может быть, даже из опилок. Второй компонент – это что-то рыхлящее, минеральное, которое у нас будет улучшать структуру почвы. И третий компонент – это что-то питательное. Это какой-то, может быть, гумус, биогумус, это может быть какой-то перегной, это может быть какой-то трофогуминовая смесь, любое что-то подобное. И какие пропорции здесь уже будут, это все будет специфично конкретно к каждой культуре относиться. Если говорить, например, про растения суккулентного типа, все, которые предпочитают сухие почвы, например, из цветочных культур – это иберис, это камнеломка, это большинство растений, которые предназначены для выращивания в альпийских горках, они любят более рыхлую почву. Там мы увеличиваем компонент рыхлящевый. Например, это песок, это вермикулит, это циолит, это перлит, то есть увеличиваем минеральный компонент. Если это растение, которое исторически произрастало где-то в тропической зоне или в экваториальной зоне, например, это все растения семейства тыквенные, это огурцы, это кабачки, это тыквы, эти культуры у нас предпочитают много рыхлой органики, много разлагающейся органики, чтобы она источала большое количество углекислого газа и питала вот эти вот большие-большие листья, помогала эффективнее работать фотосинтезом. Значит, в этих грунтах мы увеличиваем органический компонент по отношению ко всем остальным. Так вот, из чего можно составить все эти три компонента? Давайте разбираться по порядку. Итак, первый компонент это что-то рыхлое, что-то органическое, что будет являться базой, но на что мы не особо опираемся в качестве питания. То есть большинство грунтов магазинных, которые мы приобретаем, вот у нас тут был открытый пакет с грунтом с каким-то, мы его уже использовали, они в своей базе, в своей основе состоят из торфа, верхового или низинного торфа. Так вот, верховой торф питания в общепринятом, общедоступном смысле для растений содержит очень мало. Низинный и переходный торф содержит питание чуть-чуть побольше. Если открывая пакет, мы видим, что он состоит чисто из частичек, которые по внешнему виду напоминают недоразложившийся мох, и он имеет рыжий цвет, значит в этом грунте большое количество верхового торфа, и он по-любому будет нуждаться в доработке. Плюс вот в этом торфе, вот в этом грунте мы видим, что совершенно нет минерального компонента. Тут нет песка, тут нет вермикулита, тут нет перлита, нужно будет добавлять что-то подобное. То есть можем взять вот этот грунт за основу и его уже доработать, его уже доделать. Если вы хотите прям отдельно по компонентам составить свой грунт, то хорошим компонентом может быть раскисленный верховой торф. Например, вот такой вот он. Это верховой торф нашего местного какого-то производителя, и я знаю, что вот этот конкретно торф добыт у нас в крае. И у нас верховые торфы, они немножко специфичные, они отличаются от тех, которые в большинстве случаев в России встречаются. Чаще всего тут будет очень много сфагного мха, прям можно видеть мох. У нас же будет очень много листового опада, очень много корней. Ну вот так мы здесь и видим, и по цвету он темный. И вот этот вот торф, истинно верховым я бы не смогла назвать, это скорее торф переходный в данном случае. Он очень темный по своему цвету. Вот здесь чисто теоретически должен быть тоже верховой торф. Про то, что любой грунт может быть по сути базой, говорит такая случайная совершенно ситуация. Приобрели вот этот пакет грунта, рассчитывая на то, что мы, используя его, в данном ролике расскажем про кислые грунты для специфичных культур. Для голубейки, для азалий, для гортензий и так далее. Но, когда мы его приобрели, я начала смотреть состав. И уже оказалось, уже когда мы купили, что здесь грунт на самом деле не кислый, он слабо кислый, близкий к нейтральному, который в принципе в чистом виде можно использовать даже для томатов. Потому что как-то тут то ли перестарались, то ли я не понимаю. Состав торф верховой, агроперлит, дренаж, доломитовая и звездковая мука, комплексное удобрение. Доломитовая мука является раскислителем и по PH 5,5. Но можно сказать, что это слабо кислый грунт, который чуть-чуть доработав, можно использовать для томатов внезапно. Потому что истинно кислый торф для голубейки, например, нужен с кислотностью PH в районе 3-3,5 максимум. Поэтому у меня немножко вопросы к этому грунту, хотя упаковка у них, конечно, очень классная, очень удобная. Вот, да, правильно я говорила, вот он, истинно верховой торф. Вот, смотрите, как он выглядит. Он рыженький такой, он очень-очень легкий, он достаточно сухой, он вот такой вот недоразложившийся. Здесь прям можно видеть отдельные частички мха. Все это происходит из-за того, что здесь особые группы микроорганизмов начинают разлагать эту органику, разлагать мхи. И получается такая история, что эти микроорганизмы, для того, чтобы им разложить эту тяжелую органику, а мох – это довольно жесткая, тяжелая органика, лишайники, всякие разные палки, ветки, выделяют много органических кислот и постепенно закисляют этот грунт. Плюс еще здесь гумус образуется фульватный, который сам по себе имеет кислотность в районе PH-2-3. И поэтому грунт, вот этот вот верховой торф, он тоже является кислым. Верховой торф можно использовать как базу, можно использовать как основу для составления грунтов, только если он раскисленный. Если вы видите на упаковке PH от 5,5 и выше, все, что ниже 5,5 – это кислый торф, который нам необходим для выращивания кислотолюбивых культур. То есть, если мы хотим создать специальный кислый грунт, желательно выбирать грунты PH, которых ниже 5,5, а лучше вообще 3. Это будет специфичный грунт для голубики, для гортензий, для азалий, для, голубика уже была, клюква, брусника. Кто еще кислотолюбивый? Для монстер, кстати, монстеры любят тоже кислые грунты. Для спатифилумов, для антуриумов, аллоказий тоже предпочитают слабокислые грунты. Вот эту основу можно использовать для создания кислых грунтов для этих растений. Плюс еще небольшая ремарочка, пометка по кислым грунтам. Есть подробный ролик про составление кислого грунта в открытом грунте для голубики. У нас в ролике о посадке голубики. В этом году мы его снимали, голубика прекрасно в нем растет и живет. В чем особенность кислых грунтов? Культуры, которые предпочитают расти на кислых грунтах, питаются в основном за счет микоризы. За счет особых грибов, которые поселяются на корнях растений и могут жить и питать растения только в кислых условиях среды. Поэтому для них нужен такой кислый грунт. Но один раз использовав кислый верховой торф, этого будет недостаточно. Потому что почва постепенно будет стремиться к нейтрализации, к тому, чтобы стать плаш в районе 7. И для этого нам необходимо внести органику, которая будет помогать тем самым бактериям специфичным закислять грунт еще сильнее. И чтобы нам хватило этой смеси на много лет вперед. Для этого, во-первых, если вы выращиваете в открытом грунте ту же самую голубику, ее необходимо изолировать от бокового оттока воды внутрь, чтобы, допустим, щелочные грунтовые воды не подщелачивали вашу почву. Это можно сделать при помощи досок, это можно сделать при помощи разных вкопанных, как это делают, тазов. Можно сделать, как мы сделали, при помощи геотекстиля изолирующего. То есть самые разнообразные методы. И дать к этому грунту вдобавок органику, которая перерабатывается особыми бактериями, выделяющими кислоты. Это трудно разлагаемая жесткая органика. Это древесина, это листья, дуба. Листья, например, дуб-дуба. Дуб-дуба. Это хвоя, хвойных растений любых совершенно, это кора хвойных растений, это шишки, это все, что угодно хвойное, лишайники, мох. Все это мы можем засыпать внутрь этой посадочной ямы по количеству до половины от общего объема грунта, который мы замешиваем там. То есть основой будет являться кислый торф и все остальное можно подмешать любой другой органикой. То же самое будет касаться и выращивания черенков гортензий, черенков голубики. Ее тоже можно черенковать и разных других кислотолюбивых растений. То есть база верховой кислый торф, к нему мы добавляем уже трудно разлагаемую органику. Палки, ветки, кору и так далее и тому подобное. Если это тропические культуры, комнатные предпочитающие кислые грунты, спатифилумы, антуриумы, орхидеи сюда же можно отнести. Это тоже будет компонент кислого торфа голубичного, например, к которому мы добавляем кору, потому что в основном для них нужна будет все-таки кора. Это будет хороший кислый грунт, такой полноценный, нормальный. Если мы говорим про другие растения, про огородно-универсальные овощи, например, томаты, перцы, баклажаны, те же самые, кстати говоря, огурцы, разные цветочные культуры практически все, нам нужно создать нейтральный грунт, близкий к слабокислой реакции. То есть большинство огородных культур, цветочных культур выращиваются в нейтральных и слабокислых грунтах в паше 5,5 до примерно 7. Выше 7 это уже щелочные грунты, они очень редкие и практически ни для чего не используются. Нейтральный грунт в составе достаточно легко. Опять же, берем базу, либо это верховой раскисленный торф, например, либо лучше всего использовать низинный торф. Он отличается от верхового своим происхождением. Верховой торф у нас формируется в верховых болотах, когда происходит впучивание грунта, когда мы можем встать вот так со стороны, если там деревьев не будет, и увидеть прям вот такую вот кучу, то есть прям возвышение над землей, только очень больших размеров, из мха, который начал вот так вот выпирать. Низинный же торф образуется при зарастании водоемов. А что это нам дает? Это дает то, что на дне водоема, когда он зарастает, остается много органики от питания рыб, то есть какашек рыб, остается много сапропеля, много донной всякой разной микрофлоры, отмершей опять-таки. Появляется большое уже количество отмерших, хорошо переработанных, разложившихся растений. И грунт низинный, низинный торф, по сути, по внешнему виду, как жирная-жирная черноземная земля. Вот этот низинный торф, истинно низинный торф, вот смотрите разницу. Вот это низинный торф, он такой прям очень разложенный, он может содержать песок, кстати, потому что, опять же, запоминаем, что это дно водоема, там мог быть когда-то песчаный водоем, ну, песчаное дно, например, у озера, которое постепенно начало зарастать. А вот это верховой торф, который образуется из мха в основном. И вот этот вот низинный торф, он уже может являться два в одном. И чисто органическим влагоудерживающим компонентом, и в то же время питательным компонентом, потому что он, ну, прям, очень хороший по составу и очень-очень питательный. Поэтому, либо берем верховой торф, плюс, например, какой-нибудь биогумус, какой-нибудь перегной, что-нибудь подобное, либо берем чисто низинный торф, он заменит сразу два в одном и органический компонент, и он заменит еще и попутно питательный компонент. Допустим, мы возьмем и то, и то. Почему нет, если у нас есть? Здесь у нас будет одно питание, достаточно неплохое, азота много в этом грунте будет, может быть много фосфора за счет того, что, опять же, это донные отложения. А в сапропелле обычно фосфора довольно много. Там разложившиеся мертвые остатки рыбы могут быть, там, в столетней давности и более. Это прям хорошая история. В низинном торфе часто могут попадаться ракушки. И, в принципе, если вы открываете грунт, в котором попадаются мелкие ракушки, значит, там много низинного торфа, который произошел при зарастании какого-нибудь водоема. Это прям вот отличный будет компонент. Вот он уже по внешнему виду похож на перегной. Очень хороший, кстати, торф оказался. Никогда его не использовали, но прям того стоит абсолютно. Органический компонент. Опять же, что это может быть? Это может быть навоз в хорошей степени перепрелости. Что означает хорошая степень перепрелости? О том, что он пролежал в куче не менее 3-4 лет. 3-4 года пролежал, можно его использовать, когда навоз становится похож уже по внешнему виду на землю. Это значит, что он уже разложился до нужного нам состояния и будет питать растения. Это может быть какой-нибудь биогумус любой. Может быть, вот такая вот торфогуминовая смесь. Вот здесь я точно знаю, что вот эти ребята, эти лура био, они в бийске находятся, они производят как раз биогумус. И здесь, по сути, торф, подложка из фермерских хозяйств, где животные содержатся на подложке из торфа, которые содержат, получается, сам торф, плюс еще фекалии животных, мочу животных. И все это переработано калифорнийскими червями и потом доработано еще бактериями. И получается вот такой вот рыхленький компонент. Вот он, видите, какой довольно симпатичный. Мы добавим его одну треть от общего объема. Опять же, биогумус может быть какой угодно, вообще любой. Это может быть ваши запасы, перегноя какие-нибудь. Можно, кстати, вот в качестве этого компонента использовать вермикомпост, приготовленный дома самостоятельно. Есть специальные такие вермикомпостеры, по сути, такие ящики, в которые складывается любая органика, любой органический отход, да, очистки от овощей. Туда же можно скидывать кожуру от фруктов и так далее, и тому подобное. Остатки зелени, остатки салатов, пищи любой. И туда же засевляются черви. Калифорнийские, но они обычно именно используются, потому что они быстрее всего живут, быстрее всего перерабатывают органику. И где-то от трех недель до трех месяцев можно получить готовый вермикомпост. Его тоже можно использовать, все что угодно, для того, чтобы составить очень хороший качественный грунт. У этих компонентов, к минеральным мы сейчас перейдем, есть один небольшой косяк. В том, что если это торф, если особенно это какой-нибудь универсальный грунт, универсальная смесь, вот тут какая-нибудь, например, иногда некоторые производители используют повторно торфы, торфабрикеты и торф, который использовался в тепличных хозяйствах. Это нормальное явление, потому что в тепличных хозяйствах грунт меняется в среднем один раз в полгода, в год, один раз в два года, у кого на что средств хватает. И в таких грунтах может содержаться белокрылка, потому что оранжерейная белокрылка прекрасно зимует и вообще переживает неблагоприятные условия в верхнем слое тонком почвы. И может быть заселен грунт белокрылкой, и там может быть нематода и все, что еще угодно. Это причина, почему огородный грунт нежелательно в чистом виде использовать и куда-нибудь его осенью набирать, оставить в тепло, чтобы у вас всегда был теплый грунт, у вас может так заселиться белокрылка и другие насекомые. Поэтому любые грунты, свои домашние, собственные, заготовленные в огороде, чего бы я не сильно советовала делать, потому что почва уже сильно истощена в основном у всех по питанию, часто очень заселена вредителем, заселена бывает болезнями, лучше брать смесивые грунты, какой-нибудь грунт из леса, и можно составлять, на самом деле, бесплатно, не обязательно покупать в магазине, но желательно не брать это все из огорода. Дело особенно из теплицы, не набирать грунты, потому что в теплице вообще с радостью зимует большинство вредителей, и паутины, и паутины, и клещи, все, что еще угодно другое. Поэтому любые грунты, домашний грунт, самособранный грунт из леса, приобретенный в магазине, особенно если это какой-нибудь универсальный грунт, перед использованием желательно проморозить. Причем это сделается несколько раз. Вынести на балкон, на веранду, на улицу, в дровяник, в кладовку, где вы можете поставить, в гараж отнести. В общем, в любые условия, где температура максимально отрицательная, вынести их, дать промерзнуть, хотя бы дня 3-4, чтобы полностью весь почвеноком промерз, чтобы все просыпающиеся насекомые в нем погибли от низкой температуры. Потом занести его, прямо в пакете не открывая, оставить, растаивать дня на 2-3, чтобы он у вас полностью растаял, чтобы все, опять же, насекомые, которые там могли быть, начали пробуждаться, яйца начали просыпаться. Мы имитируем такой период стратификации, грубо говоря, который для насекомых тоже работает, условная стратификация. Потом вынести снова на улицу, проморозить на 2-3 дня и повторить этот цикл раза 3-4, чтобы полностью обезопасить наш грунт и не затащить себе домой белокрылку. Это очень важно и очень желательно сделать, чтобы не занести себе разных вредителей. Что касается именно органического компонента, что касается минерального компонента, вот у нас здесь есть 1 треть из торфа, 1 треть у нас есть здесь из торфогуминовой смеси и у нас, собственно, дело дошло до 3-го компонента, это минеральная часть. Минеральная рыхлящая часть, она бывает разная. Это может быть обычный песок. Если, например, у вас нет проблем с поливом, вы постоянно присутствуете дома, вы не косячите с поливом рассады, например, у вас нет склонности переливать или пересушивать рассаду, то можно использовать песок. Также 1 треть от общего объема. Это будет очень хороший компонент. Песок лучше использовать речной. Речной песок отличается от борового цвета. Речной песок обычно серый. Это может быть строительный песок, карьерный. Абсолютно никакой разницы нет. Разница есть в чем. Лесной песок, боровой песок рыжего цвета, содержит в себе фульвокислоты. Рыжие именно они, именно фульвокислоты. Они имеют сильно кислую реакцию. Если вы добавите такой песок в ваш грунт, в вашу торфосмесь, вы закислите ваш субстрат. Можно закислить порядка 2 единиц pH. Это очень-очень много, потому что фульвокислоты, они имеют свойство очень низкого уровня pH. Такого делать не нужно. Лучше либо использовать боровой песок, но промывать его, хорошенько отмывать горячей водой, чтобы ушел вот этот вот налет фульвокислоты. Сделать это очень сложно. Обычно отмывается щелочами в лаборатории. Либо используем карьерный песок, либо используем речной песок. Морской песок может нам защелочить почву, поэтому морской песок тоже можно использовать, но его достаточно промыть обычной водой проточной. Песок инертен. Если это речной промытый песок, у него по H7, он не имеет кислотности, которая бы сдвигала как-то ее в одну, либо в другую сторону. Песок нам рыхлит землю очень хорошо и помогает лучше разрыхлять грунт, который мы составляем. Если у вас есть проблема с поливом, например, вы имеете свойство переливать или не доливать вашу рассаду, то лучше использовать тогда компоненты, которые могут накапливать и отдавать влагу. Есть здесь два разных, даже три, даже четыре, это любимое. Один, два, три, четыре компонента. Четыре компонента. Первый – это перлит. Перлит – это горная порода, это горная порода вулканического происхождения, это, по сути, вулканическое стекло обсидиан, которое претерпело ряд изменений по действиям высокой температуры и давления. И чаще всего перлит, который мы видим в магазине, это агроперлит, так называемый, или технический перлит, он является спученным перлитом. То есть это перлит, который подвергли высокой температуре, и он не имеет, опять же, свойств вызывать какие-то биологические… В общем, перлит биологически нейтрален, то есть его не жрут бактерии, в нем не поселяются водоросли, ничего с ним не происходит. Перлит инертен химически, он не изменяет по H почвы. Перлит нейтрален, по H7 у него. Перлит имеет свойство накапливать и отдавать влагу. Это хороший очень компонент. Но работая с перлитом, важно помнить, что он очень сильно пылит и может вызывать заболевания дыхательных путей, поэтому при работе с перлитом аккуратно отрезаем край пакета и заливаем туда воду, чтобы он полностью намок, и только тогда используем. И перлит хорош для тех, кто склонен переливать рассаду, потому что перлит очень быстро отдает влагу, очень быстро ее испаряет, сначала быстро набирает, а потом также ее быстро испаряет. Это защищает растение от перелива. Если вы имеете свойство засушивать растение или, например, засушивать торфяные таблетки, что очень часто бывает, то здесь лучше подойдет вермикулит, потому что вермикулит чуть дольше набирает на себя влагу и дольше ее отдает во много-много раз. Вермикулит в себя может накапливать до 500%, то есть до 5 раз больше собственного объема, больше, собственно, даже веса быть корректнее. Вермикулит – это тоже горная порода, это слюда, то есть если вы посмотрите, как выглядит вермикулит в чистом виде, это такие пласты темного минерала, очень красивые, очень блестящие, как стекло практически. Берлит, как и вермикулит, обрабатывают высокой температурой, получается спученный вермикулит, который, опять же, химически нейтрален, он не вызывает изменения реакции среды, он никак не взаимодействует с почвенной микрофлорой, то есть из-за вермикулита загнить вашу почву не может, но может позеленеть, потому что из-за того, что вермикулит накапливает в себе много влаги и долго отдает эту влагу в субстрат, в вермикулите, в его такой слоистой полистой структуре внутри могут поселяться микроскопические водоросли, но многие у нас специально обработывают и поливают хлореллой посевы, поэтому тут у вас бесплатно хлорелла нарастет сама по себе. Вспученный вермикулит получается таким слоистым, такими пушистыми столбиками, его обрабатывают при температуре 1000 градусов приблизительно, и он является реально очень хорошим компонентом, который в себя очень хорошо напитывает влагу. Вермикулита можно добавлять в почву до 50% от общего объема, он очень хорошо помогает регулировать влажность почвы и служит именно влагоудерживающим компонентом. Им можно мульчировать сверху посевы, им можно мульчировать мелкие всходы, если, например, вы боитесь пересушить всходы пидуни, всходы эостомы сверху, даже можно чуть-чуть присыпать торфяные таблетки или посевы вермикулитом, он задержит влагу и не даст при этом слишком сильно загнить, заплесневеть вашим посевом. Хорошо удерживают влагу вокруг торфяных таблеток, а всыпая вокруг торфяные таблетки вермикулитом, можно очень сильно помочь им не пересохнуть. И, опять же, он пылит, поэтому с ним желательно тоже работать, его сначала увлажняя, но не так страшно, как с перлитом. Тут как бы выбирайте на свой вкус. Еще один компонент, который можно использовать, это циолит. Циолит относится тоже к этой же группе, это влагаудерживающий компонент, это тоже горная порода вулканического происхождения, либо он может быть осадочного происхождения. Если у вермикулита и перлита более-менее стабильный состав, хотя тоже вообще ни разу не стабильный, и в чистом виде они удобрениями не являются, потому что в них не содержится доступных для растения элементов питания в большом количестве, в значимом количестве, то с циолитом немножко другая ситуация. Циолит может быть вообще абсолютно разнообразным, он может быть сереньким вот таким, он может быть чисто белым, он может быть розовым, он может быть голубым, каким угодно. А циолит может быть вот такой мелкий, с окатанными круглыми краями, он может быть с острыми гранями, он может быть какой угодно. Циолит является по сути такой молекулярной решеткой, молекулярным ситом, молекулярным дуршлаком. Дело в том, что у него интересная кристаллическая решетка, и он накапливает в себе и на себе элементы питания, растворенные в воде. То есть он накапливает и воду, тоже от 3 до 5 раз от своего веса, и он еще накапливает растворенные в воде элементы питания, либо в почве элементы питания. Если вермикулит и перлит накапливают воду, и чуть-чуть питание попутно захватывает, то вот циолит может на себя натянуть достаточно много питания. И это работает двояко. С одной стороны, это могут использовать те, кто не хотят часто заморачиваться с подкормками растений. Вы можете, в принципе, напитать циолит какими-нибудь минеральными удобрениями и получить пролонгированное удобрение. С этим работают, например, многие производители. У нас есть такое вот пролонгированное универсальное удобрение осеннее с повышенным содержанием калия. Есть там еще какое-то газонное подобное. И вот, смотрите, это тоже удобрение на циолите. То есть это циолит, который пропитан минеральными удобрениями, и внутри в кристаллической решетке закреплены эти удобрения, которые будут отдаваться в почву, либо в раствор, либо в субстрат для длительное время. Вы можете взять, например, чистый циолит, либо купить уже пролонгированное любое удобрение и заложить его в почву в качестве влаговдерживающего компонента попутно. Либо можете взять, вот как я уже говорила, в чистом виде циолит, если есть, где вам недорого его взять, растворить любое комплексное минеральное удобрение с равным количеством азота, фосфора и калия, дать ему просохнуть, чтобы влага испарилась, и заложить в вашу почвенную смесь. Это будет заодно и пролонгированное удобрение. А если еще подойдет циолит для тех, кто грешит переизбытком подкормок, то есть если вы любите подкармливать ваши растения, есть вероятность того, что вы можете перекормить ваши культуры. Если у вас часто, например, томаты страдают от жирования, то циолит – это вообще ваш вариант на 100%. Циолит на себя набирает нитратный азот очень хорошо и задерживает его. А нитратный азот – это та форма азота, которая растениями используется очень хорошо в условиях, когда есть высокая влажность и высокая температура. То есть это именно тот азот, из-за которого очень часто томаты сильно жируют. Это хороший азот для растений, не бойтесь. Нитратный азот – это очень хорошая форма, легко доступная для растений, но она же может приводить к жированию. И вот если у вас томаты сильно жируют, то циолит – это прям для вас идеальный вариант. Вы можете добавлять в субстрат при замешивании грунта для рассады для томатов, вы можете добавлять циолит в чистом виде, не напитывая его удобрениями в почву, когда вы высаживаете томаты. Он на себя заберет весь лишний азот, и томаты у вас жировать не будут. Если вы хотите заложить еще на более длительный срок удобрения в почву, уже более конкретно, то есть с циолитом, не предугадать, на какой период времени вы заложили туда удобрение, потому что оно может расходоваться вообще любое время. Можно добавить осмокот. Осмокот бывает разный. Осмокот бывает разным по срокам действия. Здесь смотрите то, какая у вас культура, и смотрите то, на какое время вы его планируете использовать. Марка осмокота говорит о том, на сколько месяцев он примерно рассчитан. Осмокот – это минеральное удобрение, доступное для растений в форме, которое сверху обработано специальными смолами, которые будут медленно растворяться в почве и постепенно отдавать питание. 5-6 – значит на 5-6 месяцев. Хорошо подойдет для декоративных культур, для цветочных культур, но конкретно этот еще с высоким содержанием калия, поэтому он назван осенним. И подойдет для, например, плодовых культур, для земляники очень неплохо подойдет, подойдет для винограда, к примеру. Можно его также подмешать сразу в грунт при подготовке грунта для посева разной рассады. Для разрыхляющего компонента можно использовать еще диатомит. Вот здесь, кстати, я не знаю, что в составе, просто взяла посмотреть. По составу непонятно, потому что по составу может быть все, что угодно. Диатомит – это тоже осадочная горная порода, которая у нас из диатомовых водорослей состоит. Работает примерно как смесь между циолитом и вермикулитом, тоже используется как влагоудерживающий компонент. А здесь вермикулит. Все очень просто и понятно. По составу было непонятно, потому что там мог быть и перлит, и вермикулит. Возможно, просто он непостоянный состав, в который подселены еще бактерии дополнительно. Ну вот, это вермикулит. Пуховит – это вермикулит. Тоже его можно добавлять, пожалуйста, ради бога, сколько угодно. Фу! Пахнет неприятно. По цвету такой, как будто с чем-то. Он с гуминовыми и фульбокислотами, и он пахнет так себе. Пахнет, потому что его можно, кстати, добавить какой-нибудь Байкал или фитоспорин. Вот есть те, кто фитоспорин производит. Любую другую жижу будет примерно такой же смысл. Хотя штука прикольная довольно, с бактериями дополнителями. Вот! Что еще можно сюда добавить? Сюда можно добавить, например, микоризу. Здесь речь идет про овощные культуры, в частности, про огурцы. То огурцы, как я уже говорила ранее, им подойдет такой же грунт, только сюда добавить побольше органики. Причем желательно такой полуперепревшей органики. Можно полуперепревший навоз добавить. Еще где-то примерно 20% от общего объема. И можно сразу же сюда добавить, заселить, например, микоризу, которая поселится на корнях огурцов, когда вы будете их высаживать. Вот я сейчас здесь насыпала все подряд, все, что у нас здесь было. И получился просто идеальный грунт для посева большинства растений и для выращивания большинства культур. Вот это просто элитный, вот, лухари экстра, мега супер грунт. Здесь есть все влагоудерживающие компоненты, здесь есть пролонгированные удобрения, здесь есть органика в 615 разных видов. И вот получился просто идеальный грунт чисто случайным образом. И в конце самом подытожим, я тут много говорила, скорее всего, было ничего непонятного для большинства. Кто-то, может быть, что-то себе записал. В конце подытожим. Любой универсальный хороший грунт состоит из органического компонента. Это может быть раскисленный верховой торф, это может быть кокосовый субстрат, это может быть низинный торф, это может быть переходный торф. Второй компонент, которого одна треть по объему, это какой-нибудь органический компонент в виде биогумоса, в виде торфогуминовой смеси, хорошей степени перепрелости перегной, навоз, листовая земля, что-нибудь подобное, биогумос. И третий компонент, это минеральный влагоудерживающий компонент, при этом который у нас защищает растение от переизбытка влаги. Перлит для тех, кто любит переливать рассаду, вермикулит для тех, кто засушивает рассаду, циолит для тех, кто может грешить с удобрениями или тех, кто хочет использовать пролонгированные удобрения один раз. И туда уже мы можем добавлять какие-нибудь улучшители с биологическими компонентами, можно добавить риходерму для защиты от гнили, можно добавить микоризу для огурцов, можно добавить байкал какой-нибудь в качестве протравителей, все, что вашей душе угодно. Ролик получился очень длинный, очень непонятный и сложный, я надеюсь, что хоть кто-нибудь его посмотрит и не скажет, что долго, нутно и непонятно. Ну ладно, я уж сама разнылась. Всем спасибо большое за просмотр, надеюсь, было полезно, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok